МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа беседы с батюшкой в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и настоятель Покровского храма в Ясенево Архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, отец Мелхиседек! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Сегодня тема нашей передачи – полезные и вредные привычки в духовной жизни. Отец Мелхиседек, часто мы можем слышать о вредных привычках, об избавлении от вредных привычек, но помимо вредных привычек есть еще и полезные привычки. Давайте сегодня поговорим о них. Уже частично мы касались с вами темы полезных привычек, когда говорили о дне христианина. И хотелось бы снова немножко вспомнить о том, как важно, например, рано утром вставать на молитву. Вот скажите, отец Мелхиседек, как приучить себя к раннему подъему на молитву? Ну, дело в том, что хотелось бы сначала коснуться общих вещей. Кто-то из мудрых людей сказал, что главные вещи в жизни – это не вещи. Главные в жизни вещи – это вера, духовная жизнь и спасение души. Конечно, мы часто слышим, и большей частью СМИ, телевидение, где мы сейчас, интернет, мы большей частью слышим о вредных привычках. К врачу. Какие вредные привычки? Вот у меня вредная привычка одна, другая. И люди более-менее имеют о них представление. Но как будто весь мир состоит, и как будто внутренний жизнь человека и внешний жизнь человека состоит только из вредных привычек. И если мы загнем пальцы, то мы так много можем из вредных привычек назвать. А вот положительные привычки, полезные привычки, конечно, об этом стоит поговорить. Потому что, чтобы оттолкнуться не от негатива, а оттолкнуться все-таки от позитива. Потому что привычка, кто-то из философов, древних сказал, привычка – вторая натура. Поэтому мелочи, мелочи формируют человека, его внешний образ жизни, его внутренний образ жизни. И получается так, что в деле спасения, в деле человеческих отношений мелочей не бывает. Вся вообще наша жизнь, она складывается из мелочей. И поэтому, конечно, сегодня, наверное, полезная тема – об этом поговорить. Но если вопрос был задан относительно самого утра, вообще-то, потому что, ну, во-первых, день полезно начинать с Богом. А во-вторых, знаешь, есть такая… У греков замечен алгоритм духовной жизни. Алгоритм духовной жизни. Они говорили и говорят, что в духовной жизни чрезвычайно важен режим. Вот, например, в нашем храме, где служили в нескольких храмах, у нас не бывало так, чтобы богослужение начиналось в 17.10, в 17.15. Это вечернее богослужение. А если литургии, то в 10.15, в 10.10, в 10.05. Написано по расписанию 10.00. И мы начинаем в 10.00. Написано в богослужение в 17.00. Оно и начинается в 17.00. И это образ жизни повседневной. Вот у тебя, если есть домашние правила, которые ты… Ну, например, утро. Вот утро, оно в нашей воле. Вот во сколько встать – зависит от нас. Во сколько лечь – не всегда зависит от нас. Что будет днем – не всегда зависит от нас. А вот что будет утром, во сколько встать, конечно, зависит от нас. Мало того, что и все, и врачи, и физиологи говорят, что полезнее вставать и ложиться в одно и то же время. Потому что обстоятельства начинают работать на человека. У тебя сейчас хороший возраст. Наверное, я так думаю. Во всех случаях, я вспоминаю себя в твоем возрасте. Стоило только до подушки, до подушки. И уже просыпаешься только утром. Скоро у тебя наступят такие времена, когда захочешь спать, а не сможешь. Поэтому продаются соответствующие снотворные, успокоительные и прочее. Один из наших философов сказал, что бессонница, бессонница в старости – это дар Божий. Потому что время к старости сокращается, человек выходит на финичную прямую. И чтобы он зря время, оставшееся ему, не проспал, его дни сна сокращаются. И поэтому, если соблюдать определенный алгоритм, определенный режим, то надо привыкать ложиться в одно время и вставать в одно время. А как заставить? Вот вопрос очень интересный. Ведь будильник мы многие ставим. Встать утром, воскресный день, если захотели, на буднях, на какой-то престольный праздник. Или вообще даже, если это не связано с храмом, даже просто вовремя встать на работу или начать день. Вот тут, конечно, зависит уже от нашей воли. И услышит, и мы услышим. А что будет дальше? И поэтому мы, помню, мы уже об этом говорили. Но Иоанн Лесичник, величайший духовный отец церкви, говорил о том, что подвижничество начинается с того, чтобы после пробуждения тотчас вставать. Слушайте, ну подумаешь, какая-то мелочь. Ну а может быть 5 минут, а может быть 10 минут. Ну что здесь особенного? Нет, говорит, вообще духовное мужество начинается с момента, с момента, когда человек приучит себя вставать тотчас после пробуждения. Оказывается, в духовном плане и физическом это не мелочь. И поэтому, ну а чем, как был вопрос, как вот себя заставить? Во-первых, надо ценить жизнь. Надо ценить жизнь. Завтра нам никто не обещал. И поэтому надо себя просыпаться с такой мыслью, что, а вообще, вот этот день, этот день, завтрашнего может и не быть. Вот ты в этот день вложи все полезное, духовное, и внешнее, и физическое, и какое угодно содержание. И поэтому, а тут всего будет 24 часа в суд. Мало того, мы же встаем в какое-то уже время, после 12, уже, как корова, какие-то часы уже срезала. Значит, это будет вовсе не 24 часа. Особенно, когда люди после выходных дней хотят поспать до 8, до 10, до 12. Некоторые приходят, приходят, они жалуются, говорят, сын, говорит, в 2 часа дня встает. А потом что? А потом ночь за компьютером. То есть все поменялось. Конечно, такой человек уже добрый, ничего в жизни тут не сделает. Но если ты представляешь, реально, реально, и ни один, и ни другой слышу, встают после обеда. Ну, это вещь, конечно, не нормальная. Отбывается с природных ритмов человека. Ну, конечно, они реально есть. Они реально есть, и мы... А еще, может быть, не все об этом знают, но хотел привести пример Сафима Саровского и его наблюдения. Он говорил, час сна до 12 ночи равняется 2 часам после 12 ночи. То есть это лег в 10 часов вечера, то 2 часа до 12 ночи, это целых 2 часа. Умножить на 2, это целых 4 часа. Ну, как бы по внутреннему вдохновению организма, как он это воспринимает. Поэтому здесь чрезвычайно важно приучить себя пораньше ложиться и пораньше вставать. А все это, конечно, зависит от воли. Все зависит от воли. Себя... Вот правильно ты сказал, как себя заставить? Действительно, действительно. Царствие Божие нудится, и нужница восхищает его только усилие воли. Ну, а чем воспитывается воля, это уже отдельный разговор. Но, в общем, надо понимать, что в охотку это никогда почти не будет. Всегда это через понуждение. А потом человек радуется, радуется, что так рано встал и так много успел сделать. И жалеет о том, что проспал, и так мало получилось сделать. Один человек своему ученику говорит, ты знаешь, дорогой, когда он один раз проспал на занятии, другой проспал на занятии, он его обучал какому-то ремеслу. Он прибежал, когда уже там сделали, ну, к примеру, там сделали уже табуретку с учениками уже все, или шкаф какой-то. Он прибежал, вот, наверное, как этот юноша, который до двух часов любил спать, он постучал его по плечу и сказал, знаешь, друг мой, тот, кто спит, тот видит только одни сны. А надо видеть жизнь, а жизнь во сне не увидишь. Ее можно только жить, можно только бездарно проспать. Отец Милкоздек, есть такие, казалось бы, малозначительные привычки, как пунктуальность, аккуратность в одежде. Это очень немаленькая привычка, пунктуальность. Вот как из этих мелочей складывается духовная жизнь? Какое значение эти, казалось бы, мелочи имеют для духовной жизни? А потом это выливается в целую привычку и в дальнейшем. Например, человек привык к некой аккуратности и к некой пунктуальности. Но ведь, помнишь, есть такая мысль, что цену дня, цену часа узнает тот, кто проспал на поезд. Цену минуты узнает тот, кто проспал на самолет. Вот я однажды, реально, когда мы летели в Нижний Новгород, чтобы потом отправиться, но там было мало времени, отправиться в Дивеево, мы опоздали на регистрацию, ты если знаешь, регистрация за 40 минут. Мы приехали, опоздали на 2 минуты. Опоздали на 2 минуты. И тогда поняли, что такое 2 минуты. Все, поездка не состоялась, 2 минуты. Цену секунды знает олимпийский чемпион, которому не хватило. Даже там доли секунды не хватало. Цену секунды знает человек, когда перед носом проскочила машина, или он успел проскочить перед машиной. Вот цена секунды, знают об этом люди. Поэтому приучившиеся в повседневной жизни к этой пунктуальности, но это потом по жизни будет работать только на него. Не против него, а на него. Не опоздать начальству, не опоздать на работу, потому что злостные прогульщики или те, кто опаздывает. Ну, естественно, первые кандидаты под сокращение, на богослужение, я вообще не говорю об этом. Кстати, общинские старцы говорили, приходите за 10-15 минут на начало богослужения. Царица Небесная в это время приходит в Храм Божий. Царица Небесная приходит в это время в Храм Божий. Поэтому она никогда никому не повредила аккуратность и необязательность. А потом в конце концов это выльется потом и в большие дела. Потому что Писание говорит, что неверные в малом, неверенные во многом. Поэтому получается, что в жизни мелочей все-таки нет. И вот этот круг твоих повседневных алгоритмов, те, которые от тебя зависят, их надо придерживаться. Наметил несколько дел, наметил время, наметил звонки, наметил дела. Все-таки старайся от этого не отходить. Потому что враг завтра, враг сегодня. Враг завтра, в дня сегодня. Есть одна такая шутка. Одну человека спросили, как ты спасаешься, как ты подвизаешься? Вот вы знаете, чтобы не забыть, чтобы не забыть и чтобы держать себя в рамках, чтобы не было всегдашнее напоминание, я на потолке написал синим фломастером с завтрашнего дня, с завтрашнего дня, начну двоеточие, и там написал глобальные такие вещи. Говорит, ну и что дальше? Вы знаете, говорит, утром просыпаюсь, посмотрю на эту запись, перекрещусь и скажу. Слава тебе, Господи, что это будет только завтра. Вот, ну поэтому, понятно, что это шутка, но как в частной нашей жизни, мы, хочется надеть, плакать над самим собой и плакать над такими людьми. А порой и мы с тобой поступаем именно так. Ну завтра. Ну готов, готов, да, готов, да? Ну завтра. И вот это завтра, оно до бесконечности. И вот этой цепочке, этой цепочке надо когда-то класть в предел. Не завтра, сегодня. Сегодня. Вот это тоже, вот это тоже одна из добрых привычек. Не откладывать на завтра, что можно сделать сегодня, как одни шутят. Не откладывай на завтра, что можно съесть сегодня. Нет. Что можно сделать сегодня, сделай сегодня, завтра. Никто ничего не знает, а завтра опять потом будут следующие вопросы, следующие. Ты знаешь, кто-то из мудрых людей сказал, большие проблемы, будьте внимательны, большие проблемы складываются из не вовремя, извини, из вовремя не сделанных маленьких дел. Из вовремя не сделанных маленьких дел. Вот нам надо себя вот к этим маленьким делам, но подвигать. Они не маленькие, потому что когда они накопятся, неисполненные маленькие дела, это выльется потом в большую проблему. Убрать квартиру, кто-то даже, я алгоритм, убрать квартиру. Ну, как человек посмотрит на нее, ну, все невозможно, да. Ну, тогда завтра или выходные, посмотрит опять, ну, это невозможно, но завтра все. Одну полку бери и один комод, одну полку в шкафу и один комод. Сегодня комод, завтра шкаф, потом тумбочка, потом стеллаж, и так потихонечку, помаленечку, все так будет. Насчет книг, хотим прочитать книгу, кстати, это сейчас трагедия. Еще одна из нехороших привычек, это не читать книги, а читать айпады, не читать компьютер персональный. Вот здесь дурная привычка не читать книги, есть очень хорошая привычка. Все-таки написанный текст читать, отмечать, осмысливать. И с каким алгоритмом? Одна страница в день. И с задуманной тобой и намеченной тобой книги. Вот это тоже будет добрая привычка по одной. И еще, вот как бы обобщая, добрая привычка жить сегодняшним днем. Жить сегодняшним днем, не думая о том, что и знаешь, что столько будет. Я тоже, когда был в твоем возрасте, я думал, что жизнь такая длинная. Я думал, что жизнь такая длинная. Кстати, сколько сейчас лет? 31. 31. В 31 немножко так стал задуматься. Но в 25 она мне казалась, я думаю, тебе 25. А в 31, нет, в 25 она мне казалась такой длинной. А сейчас что-то она не очень длинная. Так все быстро пролетело. Вот поэтому я тебе советую, и кто нас смотрит, надо торопиться. Надо торопиться. Это тоже добрая привычка. Торопиться, торопиться, делать добрые дела. И в этот день, сколько тебе Господь отвел, а потом, знаешь, начинается время такое. Начинается время такое здоровье, самочувствие, давление, атмосферное давление, обстоятельства жизни, родные, близкие, у семейных людей, дети, внуки и прочее, прочее. Это когда человек уже во многом, во многом будет зависеть и не от себя. Поэтому стараемся этот день наполнить содержанием. Отец Михайлович, как выработать себе привычку произносить только добрые и полезные и удержать свой язык от произнесения дурных и пустых слов? Ну, если бы у нас привычка была только добрые и полезные, мы бы все святые были. Потому что все от нашего языка, как апостол Лайков говорил, что язык неудержимый зло. Мы естество, мы естество зверей, так сказать, можем укротить. А собственного языка укротить не можем. И поэтому, конечно, это одна из нехороших привычек. Надо сначала говорить, а потом думать. Надо сначала думать, а потом говорить. Что сказать, когда сказать, и какие из этого будут последствия. Даже русская посольца говорила нам, что говорить серебро о молчании золотое. Кто-то однажды отец Валиан Кричества пошутил. Вы знаете, в наше время молчание на самом деле золотое. Ты сказал какое-то нехорошее слово, а кто-то тебе за это в зубы дал. Потом надо идти к стоматологу. А к стоматологу у нас сейчас очень дорогие. И поэтому сбывается над нами поговорка молчание золотое. Живешь с тещей, все хорошо. Потом что-то ляпнул не в ту сторону и не в ту степь. Теща тебя переселила на съемную квартиру. А снимать в наше время сейчас даже однокомнатную квартиру очень дорого. И поэтому человек понимает молчание золото. И поэтому надо руководствоваться еще экономическими проблемами. Потому что до добра, до добра такое нехорошее, неосмысленное говорение, оно до добра не доведет. А какая удержаться, какая привычка, конечно, должна к этому быть привычка. К некоторой медлительности в некотором осмыслении проговоренного и осмыслении того, что ты произносишь. Апостол такой нам прям дает и на самом деле совет. Оно даже вошло на страницы священного писания. Всякий человек, говорит он, да будет медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев не творит правды Божьи, и скор на слышание. Вот слышать надо, воспринимать и ловить надо. Есть поговорка, он понимает с полуслова. То есть надо улавливать слова, их содержание, смысл, а порой надо улавливать их двоякий смысл. Потому что это шутка, это намек. Если ты шуток не понимаешь, то из этого может выйти какой-то конфуз. Потому что шутку надо понимать. Человек говорит с серьезным видом, но это вовсе не означает, что это не шутка. Поэтому ты тоже должен немножко улавливать ситуацию, потому что шуток не понимает только недалекий человек. А в нашей жизни без шуток невозможно, потому что в конфликтной ситуации какая-то ссора, есть добрая привычка, добрая привычка в конкретной ситуации пошутить. Это вот тоже одна из добрых привычек. Не выяснять отношения, не начать выяснять отношения, а иметь привычку изгладить. Когда тон, когда тон отношений или разговора начинает накаляться. Я знал одну человека, у которого была добрая привычка. У которого была добрая привычка. Не то, что знал, а милостью Божию продолжаю знать. Он был преподавателем в одном из университетов. Прожил долгую жизнь. И когда ему исполнилось около 70 лет, мы продолжали с ним общаться, я вдруг заметил у него одну привычку, которая у него появилась с возрастом. Которая появилась у него с возрастом. Когда мы что-то быстро или эмоционально говорили, а человек быстро эмоционально говорит, когда он начинает кого-то осуждать. Быстро и эмоционально говорить. И он имел привычку потише, потише, потише. И тогда начинал задуматься, а что, собственно, потише? А потому что, а, точно, а куда-то не в ту степь. Куда-то не в ту степь пошел разговор. И градус начинает потихоньку повышаться. И поэтому он, собеседник, говорил, потише, потише. И, во-первых, есть мудрое выражение, чтобы тебя услышали, говори громко. Чтобы тебя послушали, говори тихо. Услышать и послушать – это разные вещи. И поэтому, чтобы дошло до души, дошло до сердца, все-таки тон должен быть соответствующий. Когда люди начинают орать друг на друга? Когда их сердце далеко. Им кажется, что они не услышат. Надо наорать, потому что он далекий от меня человек. А близкие люди говорят шепотом, особенно когда объясняются в хороших отношениях или в любви. Иногда не говорят ничего. Почему? А им достаточно, что они, так сказать, общаются и другим, и каким-то иным образом. Они и так понимают, и достаточно, так сказать, каких-то других моментов для общения. Почему? Потому что сердце близкое. И такое есть выражение – понимают с полу слова. Почему? Даже с полувзгляда порой. Совершенно верно. Потому что близко сердце. А когда надалеко кажется, что надо доораться и достучаться. И достучаться. Ну, вот я так думаю. Ну, и поэтому все-таки, конечно, просто понимать о том, что давать цену своим словам, и понимать, какая цена, бывает слов. Слово можно воскресить, и слово можно убить. Сарий сам в собственном случае говорил, от ласки у людей бывают другие глазки. Ласковое слово и кошке приятное. Вот, и поэтому, конечно, тоже добрая привычка, добрая привычка – говорить добрые, ласковые слова, даже если человек вот в этой конкретной ситуации, они неуместны, и он, как кажется нам, он не заслуживает. Их надо, говорить и произносить авансом. Пусть он и не заслуживает. Говорит спасибо, когда еще не особо что-то и сделали. Говорит, я вас сердечно благодарю, когда там было сделано на три копейки. Вот, человек посвятил вам или храму там пять минут своего какого-то труда. Надо благодарить, что это было отдано полжизни. Вот, поэтому надо мелочи ценить, и за мелочи надо учиться благодарить даже авансом. Потому что лучше пусть перехвалить и переборщить в благодарности, чем, наоборот, оказаться вдруг как-то неблагодарным, невнимательным. Вот за этим тоже надо чрезвычайно быть внимательным и следить. Отец, милый, как умеренность в пище, привычка к умеренности в пище влияет на способность человека бороться со страстями? Ты знаешь, так сказать, вот сейчас речь там за одного батюшку, ну, так, такой случай произошел, шел из храма, шел из храма, его остальных человек постучал по плечу, он оборачивается, он ему в нос, вот, ну, пошел без подъясника, но с бородой было видно там, вот, оказалось, не очень вменяемый человек, потому что до этого еще кого-то избил, вот, его в кутузку забрали, он там погром устроил, вот, ну, а когда его двое суток не покормили, вот, он стал посмирней, вот, поэтому, ну, это крайний случай, дело в том, что вот эта вся, так сказать, агрессия, какая-то ненужная дурная энергия, она, так сказать, эта, очень чаще бывает от обжорства, обедения, когда человек наест, наест агрессивной пищей, кто-то сказал, ну, с этим можно поспорить, он говорит, мясо, физиологический фактор агрессии, мясо, физиологический фактор агрессии, почему? Ну, животное как убили? Нужно срабатывать? Да, оно вдруг, оно вынуждено жить, это животное, за счет чего, вот, тоже, так сказать, а, ну, кстати, если только, ну, корову трава живет, корова и свинья, так сказать, траву живет, то есть, ну, вот, а в пищу они попадают, в пищу они попадают, чайш, ну, даже простую курицу, и то ей голову надо. У меня мама однажды говорила, я не могла, она выросла в деревне, она говорит, я не могла, если дедушка, членедка там, или перед Новым годом, или перед Ежидеством, ну, там, какую-то курицу рубил, я ее есть не могла, почему? Я ее кормила, я ее кормила, я ее не могла, не могла есть. Не случайно монахи не едят мясо? Ну, чтобы поменьше курицать, ругать соль, ну, вот, какая-то закономерность в этом определенная есть, ну, а если более-то тонкие вещи, то старец пояси говорил, сытые брюхо к молитве глухо, есть большая разница, поэтому мы в такие подобности не будем вдаваться, но просто умеренность, она как бы во всем умеренность, она только способствует, способствует жизни духа. Как апостол Павел говорит, духом умиршляйте дела плотские, и живы будете. Кто-то может сказать, а разве я не живой? Я и так живой? Да нет. Живая оболочка, то есть жива только внешняя деятельность. А дух в человеке, который живет только плотью, и эта жизнь, она под вопросом, что там живет. Физиология живет, а дух непонятно. И поэтому есть закономерность между духовной составляющей человека и его физиологией. Если на первом месте физиология, вот, тогда на втором месте дух. Если наоборот, тогда понятно. Поэтому мы должны понимать, какими должны быть. Есть замечательная мысль, когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. У греков был девиз «Ничего сверх». Ничего сверх. Края, крайности, крайности бесовские. Золотая середина. Поэтому она и в простой, и в мирской жизни, она вот эта жизнь посередине, без крайностей, будь то пища, будь то питье, будь то телевизор, будь то новости, все должно быть в меру. Все, да. Поэтому этот путь, он правильный. Отец Милл, как всегда, как взращивать благие помыслы, чтобы они стали привычкой, чтобы они стали, так сказать, второй натурой? Благие помыслы? Благие помыслы. Дело в том, что надо будет к нам приехать в Ясенево, вот, в Покровский храм, вот, и зайти в иконную лавку. Мы недавно выпустили магнитики, которые крепятся на холодильник, ну, или на другое, металлическую поверхность. И там, на одном из них, есть такие слова. «Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо». И вот надо себя к этому приучать. Если уже подумал плохо. А если подумал плохо, то и тебе будет плохо. Вот, если ты подумал плохо. Вот поэтому вот почему-то у нас, почему-то у нас, вот наша натура, наша натура, вот из-за любой ерунды, из-за любого какого-то негатива, или неконфортной ситуации, выводить, выводить, сразу какой-то негатив. На меня посмотрели, не уважает, не поздоровались, презирает, мало заплатили, что меня не ценят. Значит, почему такой повышенный тон? Вот. А он это делает, потому что что-то имеет. Слушайте, да ничего он не делает, ничего он не имеет. Но у человека настроение, у человека было повышенное давление, сахарный диабет, скаканул сахар, вот, аритмия, заклинило спину. Ну, не та погода, с женой, с женой, с женой, с женой. Ну, не надо сразу, не надо сразу думать о чем-то плохом. Вот в этом, кстати, тоже одна из добрых привычек, из добрых привычек, переводить в плоскость позитива. А вот к этому надо творчество. Вот надо, надо, ты знаешь, что одна из самых оплачиваемых сейчас специальностей, так, это адвокаты. На ровном месте, на ровном месте, должны, должны выдумать, должны выдумать невероятные, невероятные истории. Не помню, какая-то история, так сказать, как кто-то из, кто-то, ну, недавние были новости в СИЗО, какой-то высокопоставленный чиновник, вот, нашли его мертвым, с ножевыми ранениями, и тут же сказали, самоубийство, а там три ножевых ранения. Ну, как? Невозможно. Ну, что, один раз, да? Потом сказал, ой, ой, не до конца. Второй раз, ой, не до конца. Ну, три ножевых ранения. Еще бы сказали, два выстрела в голову, вот, а второй был контрольный. Ну, это не смешно, вот. Ну, адвокаты, так сказать, или кто захочет выдумывать какую-то историю оправданника, ну, например, так сказать, будут эти сокамерников, они будут вынуждены оправдывать. Никто ничего не знает, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Он сам. И вот он придумает всякую ахинею, адвокат, и начнет это все научно-методологически, это логически, это юридически, все это обосновывать. И они очень много за это получают. Так, подождите. И работа такая нормальная, раз она высокооплачиваемая. Так дело в том, что если мы приучимся быть адвокатами по отношению к другим людям, пытаться это оправдать, мы тоже очень много будем зарабатывать. ПОЗИТИВА. Не прокурорами выступать тут же, а адвокатами. Но человек поймет, простили, не заметили, поняли, оправдали. Но это же потом к тебе все вернется. Осудить и по делам, и по делам осудить. Но это очень легко, труда никакого не составляет. Кто-то сказал, победа над родными, победа над близкими людьми. Но в споре, в обстоятельствах, в доказательстве своей правоты, это не победа. Это поражение. Потому что близкий человек — это ты. Близкий человек — это твоя плоть. Близкий человек — это твоя кровь. Близкий человек — это твои гены. Близкий человек — это ты. Особенно если, особенно если это муж и жена. Особенно если между ними вообще нету... Это две половинки одного целого. Победа над этой половинкой – это победа над самим собой. Что ты добился? Ничего. Поэтому очень дорогого стоит работать адвокатом. Каждый день и каждый час. А просто так деньги не платят. Ты должен выдумать. Ты должен придумать оправдательную ситуацию. И за это тогда получишь. Получишь хороший гонорар. Но вот в нашей жизни этот гонорар мы можем получать постоянно. Хорошего отношения мы к людям и людей, соответствующие к нам. А мы все почему-то устроились работать прокурорами, выносим обвинительные переговоры. А что мы за это получаем? Ничего, только получку. Поэтому хотите хорошо жить, приучайтесь иметь добрую привычку работать и жить с устроением адвоката, а не прокурора. Еще существует такая дурная привычка, когда человек в сложных обстоятельствах обвиняет окружающих и не ищет причины в себе, не ищет причины в своих страстях. Как избавиться от этой привычки? Ну да. Тот, кто хочет, тот ищет средства. А кто не хочет, тот ищет оправдание. Виновата. Погода сегодня плохая. Может, на работу не пойти. Ой, что-то я проснулась, и у меня чувствует, что на работе особо она меня не ждет. Как кто-то говорит, работа, ты меня не бойся. Я тебя не трону. Потом думает о том, что обстоятельства, жизнь, начальник, то все, все до бесконечности не устраивает. Вот если бы, если бы так сложились обстоятельства, вот на дом приносили бы задания, прислали по электронной почте, вот, ну и прочее-прочее. Получку, сразу на карточку прислали, а лучше вообще каждую неделю, вот. То человек, когда человек думает, что его жизнь зависит от внешних обстоятельств, если они сложатся, тогда мы что-то доброе сделаем, тогда будет только иллюзия, ничего человек в жизни не добьется. Если пессимист, пессимист ждет, пессимист ругает, ругает погоду, оптимист, оптимист, ждет хорошей погоды, оптимист ждет хорошей погоды, а реалист расправляет паруса и ловит какой угодно, встречный, поперечный, но хоть малюсенький, но ветер, реалист. Лови этот ветер, он реально какой-то существует. Кстати, я всем удивлялся, до сих пор я чисто физически не понимаю, конечно, кто смотрит на специалисты, я все время удивлялся, как можно плыть с парусом против ветра. Против ветра. Вот что-то там, какая-то подъемная сила, даже это способно, не говоря уже, так сказать, попутный ветер. То есть парус перенаправляет встречный ветер. Вот какая-то есть хитрость, какая-то есть приспособление, когда используют даже, встречный ветер используют. Конечно, может быть какой-то там градус, потому что лобового не бывает, галцами как-то там идут, но умудряются, умудряются даже использовать вот такую погоду, даже умудряются использовать вот такой ветер. И поэтому, конечно, человек, если только зависит в свою жизнь, строит это обстоятельство, то далеко в этой жизни не сдвинетесь. Говорит, у меня нет настроения. А когда у тебя будет настроение? Кто это знает, когда будет настроение? Мы на работу идем, есть настроение? Нет. На учебе идет, не есть настроение? Нет. На службу идем, есть настроение? Нет. Оно потом, мы сами порой это настроение и формируем. И поэтому все, как бы, все, большая часть жизни, она в наших собственных руках. И поэтому жить только зависит от одних обстоятельств, это неправильно. Потому что, ну, например, мы погоду изменить не можем. Я одну из плачевых, вот ты, если плохая погода и дождик, ты на работу идешь, идешь, а в магазин иду. Вот, а за ребенком иду. Ну, а это как-то влияет? Ну, конечно, влияет. Ну, как? Ну, приходится куртку одеть, ботинки соответствующие или сапоги, ну, и зонтик. Вот, а ты погоду можешь переменить? Нет. А что ты делаешь? Я себя переменяю. То есть я подстраиваюсь под погоду. То есть она нам не мешает исполнять свои обязанности, жить своей жизнью. Вот и так и мы должны, жить своей жизнью. Они на нас влияют, эти обстоятельства. Но надо жить в такой свободе, в такой жизни, так наставить, чтобы это на нас не влияло. Мне один из друзей интересную вещь подсказал. Вот ты знаешь, что рыба плавает в море или в океане? Я говорю, ну, конечно, знаю. Ты знаешь, что океаны и море соленые, да. А рыба соленая? Я говорю, нет, рыба пресная. Есть такое понятие, лосось, лосось малосольный. То есть его солить надо. А саун пресный. Вот удивительная вещь. Он плавает в соленой воде, но он абсолютно не соленый. Оказывается, оказывается, мы можем, мы живем в этом мире, но нам, христианам, дана такая сила, чтобы не смешивались с этим миром. То есть со злом этого мира. Это возможно не смешиваться. Хотя, как апостол Павел сказал, мир во зле лежит. Но ты можешь лежать не во зле. Когда корабль, если мы уже коснулись темы морской. Кстати, наверное, знаешь, почему морская тема-то у нас? Пост идет, так рыбке хочется. Поэтому мы, может, мы о море заговорили. Вот и о рыбе. Корабль, когда плывет по воде, он не тонет. Когда он плывет по воде, корабль начинает тонуть тогда, когда вода начинает проникать в корабль. Поэтому гораздо важнее то, что происходит в твоей собственной душе, гораздо важнее того, что происходит в мире, то, что происходит вне твоей жизни, вне твоей души. Поэтому гораздо важнее внутренний стержень, внутреннее отношение к жизни, внутренний подвиг, внутренний стержень, внутренний позиция, Позиция и внутреннее устроение христианское, мужественное, терпеливое, с надеждой на милость Божию, с надеждой на вечную жизнь. Почему мы недавно празднули праздник 40 совастейских мучеников, мне всегда поражает в этой службе слова канона. «Люта зима, но сладок рай, потерпим оба братья». Вот так они друг друга вдохновляли на этот подвиг, на подвиг мученичества, когда в озере, в эту мартовскую погоду, в озере Севастия терпели эту кончину за Христа. «Люта зима, но сладок рай, потерпим оба братья». Вот так и мы по жизни должны жить с надеждой, с надеждой, что бы ни было, какие бы ни были сложные обстоятельства нашей жизни, впереди, впереди вечность для тех, кто сохранит верность Христу. Еще один такой важный вопрос. Как преодолеть привычку к рассеянной молитве? Ну, вопрос очень серьезный. Редко можно сказать, редко можно сказать, когда она не рассеянная. Действительно, это одна из проблем, одна из болезней. И вообще всякая рассеянность, она, конечно, у нас чрезвычайно присутствует, но еще и враг рода человеческого чрезвычайно-чрезвычайно ненавидит саму молитву и тем более, тем более внимательность к молитве. Нам святой отцы говорят, что молитва, молитва – дыхание души, а внимание – душа молитвой. Там, где нет внимания, нет души у молитвы. И важнее сердце без слов в молитве, важнее сердце без слов, чем слова без сердца, то есть без внимания. Поэтому советовали, советовали святые отцы и духовники не торопанить текст молитвы, не торопиться в твоей личной молитве, будь то утреннее, вечернее, кофизм или акафист, или просто краткая какая-то молитва. Очень важно заключать ум в слова молитвы, а сердце, ум должен разумевать читаемое, а сердце сочувствовать читаемому и уразумеваемому. Поэтому текст молитвы должен быть осмыслен. Ты должна и должна понимать, что ты читаешь, что ты произносишь и что ты говоришь, потому что если ты сама себя не слышишь, если ты сама себя не понимаешь, то как тебя слышит Бог? Господь, конечно, слышит то, что мы и сказали, и то, что мы и ошиблись, как кто-то, но я слышал на Союзе, кто-то писал, «Ой, батюшка, я вот тут в записке написал о упокоении, она живая». Но, конечно, Господь не впишет ее в число усопших, а как она была для него живая, так она останется для него живой. Это просто ошибка, но хуже от этого человека не стало, если не было какого-то умышленного действия. И поэтому надо уразумевать читаемое, а сердце должно откликаться на это. Если ты говоришь «благодарю тебя, Господи», пусть это будет от всей души любящего, благодарного сердца. Если ты говоришь «сердце чистое, созерди во мне, Боже, и дух прав и обнови его утроби, и сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит, пусть и будет у тебя смиренное и сокрушенное сердце, помилуй меня, Боже, повелиться в милости Твоей». Пусть помилуй будет сказано от всей полноты внимания и от всей полноты покаянного чувства. Поэтому, конечно, это одна из самых главных вещей – внимательность в молитве. У лестничника есть такой совет. Заключай ум в слова молитвы. Если ты увидишь, что он утомился, устал, или ум по своей младенчественности, куда-то начнет отлетать твой ум и твоя мысль начнет отлетать от слов молитвы, «Бери ее, возвращай и заключай обратно твою мысль, рассеянную, в слова молитвы». И, говорит он, «не по многому времени обрящешь, то есть найдешь успех». Представляешь? «Не по многому времени обрящешь, найдешь успех». Почему? А потому что вот за этот труд сосредоточения, за этот труд внимательности у тебя будет и помощь Божия. Потому что учитель молитвы, сама молитва, молитва, говорит Святой Отцей, дается молящемуся. То есть в это надо стоит только втянуться, стоит только начать. И Бог, ты же молишься живому Богу, и ты же, так сказать, в этот разговор, в это собеседование, ты и придешь. Почему? Потому что ты сосредоточен на разговоре с Богом. Кто тебя, кто тебя может взбить с этой мысли, с этого чувства, когда ты сосредоточен в него вошел. Кто-то говорит, нам мешают дети. Один священник Богомудый сказал, знаете что? Если бы у вас была истинная, внимательная молитва, то никакие бы дети вам не мешали, когда ты полностью, полностью сосредоточен на молитве к Богу, с кем ты беседуешь, с кем ты говоришь, перед кем ты перестоишь. Тебе бы никто не мешал, если бы ты по-настоящему молился в храме или молился бы в другом каком-то ином месте, дома, на работе, если это внимательно. Или один молитвенный вздох, кстати, а для Бога не очень-то важно количество, важнее гораздо, важнее качество. Поэтому пусть она будет краткая, краткая, но чрезвычайно внимательная и сосредоточенная. Поэтому вот важно себя приучить кратко, но внимательно молиться, пусть это будет покороче, но повнимательнее. Поэтому даже врачи советуют дробное питание, ни один, ни два, ни три раза наесться. А так понемножку, но часто тогда не возникает обжорства, потому что когда человек долго не ест, потом уже наедается. Поэтому и молитва полезнее, покороче, но повнимательнее. Отец Милл, совсем немного времени осталось у нас до конца передачи. Еще один вопрос успею вам задать. Какие плоды несет проверка своей совести в конце каждого дня? Ну, во-первых, чтобы не наступить на грабли дважды, чтобы не повторять тех ошибок, которые произошли, чтобы не намеченное в конце концов исполнить, как мы с тобой говорили, чтобы не накапливался этот ворох неисполненных вовремя маленьких дел. Если это не получилось сегодня, пусть это будет хотя бы завтра, но не послезавтра. А в конце концов все это потом выражается. И не говорю про внешние дела, про внутренние дела. Вот этот анализ про прожитого дня, конечно, дает возможность для покаяния. Потому что в конце концов каждый день он должен быть омыт, омыт мыслью и слезами покаяния. Обидел, не был верен Богу, Церкви, людям. У нас до бесконечности есть всяких недостатков, грехов, ошибок, дурных слов, мыслей. Все начинается сначала с дурной мысли, потом дурное слово, а потом и дурное действие. Поэтому и надо проанализировать свои мысли, свои слова и свои поступки. Чтобы, ну, во-первых, Господи, прости, дай силы не повторить. Если это произошло, дай возможность, дай возможность. И в разумии, как исправить, как помириться, как поправить, как не повторить пушным, как восстановить потерянный мир, как вернуть радость в дом, которая произошла из-за нашей дури, из-за нашей невнимательности, из-за нашей глупости. Потому что если не анализировать, то это все так же, как и зубы, так же, как и одежда, накапливается, накапливается, что грязь. Поэтому испачкал руки мой, испачкал руки мой. Мы каждый вечер моемся, каждый вечер моем руки, каждый вечер чистим зубы. Тоже этим самым поддерживаем здравие нашего тела. То же самое надо делать и с душой. И это дает шанс поддерживать ее в добром здравии. Поэтому как мы со вниманием, многие, многие со вниманием относятся к здоровью своего тела, вот так же надо внимательным, если не большим образом, относиться к здоровью своей души. От ее здоровья будет вообще зависеть и вечность, и будет зависеть завтрашний счастливый твой день. От здоровья и правильного устроения, и настроя правильного настроя души. Когда она будет настроена на вечность, тогда вечность будет уже в твоей повседневности. Спасибо вам, отец Мелкий Седек, благословите наших телезрителей. Доброго вам всем здравия, помощи Божьей и побольше хороших, добрых привычек. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево, и настоятель Покросского храма в Ясенево, Архимандрит Мелкий Седек. Всего вам доброго, до новых встреч.